Муромские дороги должны быть не хуже, чем в Европе. Такое заявление на плановом совещании в администрации сделал Евгений Рычков. Выполнять поставленные главой округа задачи будет муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство». Новое предприятие создано на базе МБУ «Парковое хозяйство». В его видении будет передана вся дорожная техника, функция обслуживания дорог, дорожных знаков, ограждений. По словам главы округа, в этом году объемы капитального ремонта дорог должны быть рекордными и составить 300 тысяч квадратных метров. Уже капитально восстановлена улица Пролетарская, Карачаровское шоссе. На очереди укладка нового асфальта на Коммунистической и Бульваре Тихомирово. В этом году мы планируем провести работы по сплошному покрытию трети городских дорог. Одной трети. Одна треть у нас с вами в неплохом состоянии. За предыдущий год отремонтировали. В следующем году отремонтируем еще треть дорог. И таким образом полностью будут у нас дороги в нормативном, исправном, отличном состоянии. В 2019 году перейдем к тому, чтобы отремонтировать все дороги, которые находятся в частном секторе. Что касается сотрудников паркового хозяйства, то они перешли в управление благоустройства. Именно это предприятие будет следить за порядком городских парков, скверов и на детских площадках. Бывшего руководителя паркового хозяйства Алексея Терехина, который ушел на пенсию, глава поблагодарил за эффективную, качественную работу. Я хочу поблагодарить за очень качественную и очень организованную работу. Прямо скажу, что за все время его работы, все, что касалось парков, детских площадок, все это, скажем так, было видно, что по надлежащим уходам, присмотрам и даже по обращениям. У меня за все время было одно или два обращения, которые решались очень быстро.